Девушки отдыхают 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 Говорит, нужно тебе обязательно курочку есть, бульон хлебать, иначе ты не поднимешься. Он говорит, не могу, я попрошу благословения у матушки своей, у матери. Ну а она далеко живет, послали телеграмму пока. Она говорит, долго ты можешь умереть за это время. Ничего, я говорит, подожду. Приходит телеграмма, сынок, Бог тебя благословит, но пост нарушать не благословляю. Ну и все. И он не стал, раз мама не благословила, мама, он уже будучи известным на всю Россию, и мир протеерей был. Не стал. Пошел на поправку, выздоровел, и еще после этого сколько служил. То есть это не сегодня у нас такие врачи, это всегда было так. Ко мне с таким вопросом даже обращаться не надо. Я вам скажу, что по канонам, по правилам церковным, болящим в пост разрешается только на елей. И вино. Все. Больше нет ни на что. Даже, говорит, женщина, когда родит на Страстную Седмицу, то ей разрешается пост оставить. То есть оставить, что она может с растительным маслом пищу кушать и вина принять. Все. Больше никто не имеет права этого сделать. Это соборное установление. И чтобы нарушить его, нужно точно так же соборное постановление. Этот собор, как бы, ну, бывало такое, что один собор принимает, а другой собор, когда собирается, там правила добавляет или что-то еще убирает как-то. Поэтому священник своей властью сделает этого никакого права. Даже архиепископ, патриарх, не имеет права этого сделать. Хотя я лично видел, когда архиепископ в начале Великого Поста с кафедры всех благословлял. Кто не может постовать, Бог благословит, кушайте сметанку и молочко. Есть такое. Но это, что скажем, человеческие грехи. Вот, поэтому твердо знайте себе. И какое будет здравие от этого, если человек верующий и знает это правило, и будет в это время он бульончик кушать, там, а совесть-то будет осуждать, то какое здравие это будет? Ну, есть такая сказка. Сын с отцом идут и пасется там бык какой-то. А он говорит, ух ты, смотри, никого нет. Давай возьмем. Ну, давай. Взяли его, пришли домой, зарезали его. Ну и едят. Едят, едят все. И сидят, когда едят его. Отец спокойно. Лицо веселое у отца. А сын как тот... Ох, наверное, узнали, что мы быка. Ох, оно все. Ну и быка-то уже доедает. Сын совсем уже истощал, что он ест. А его все время, его страх такой. А вдруг узнали, да это что будет-то? А отец спокойно. А оказалось, что отец-то знал, чей этот бык. Отец пошел тому хозяину-то, заплатил. Сколько стоит твой бык? Ну, тот сказал, сколько. Он ему заплатил. А отец стоял спокойно, что заплатил. А сын-то не знал, думал, что воровано. И в пользу-то ему ничего и не пошло. Так и здесь. Хотя и будет кушать. Я говорю, а совесть все равно будет осуждать. Я вот делаю. А что же это? В пользу не пойдет это. И никогда не... А вот сейчас скажет, а батюшка не разрешил. А врач уже, ах, батюшка такой. Это он, значит, такой жестокий. Это вот он желает, чтобы помер. И помрет, если завтра помри. Она скажет, о, это батюшка не разрешил, поэтому она померла. А если бы кушала мясо, не померла бы. Выздоровела, уже бы бегала своими ногами и прочее. Помогите, как бывает это? Поэтому это твердо возьмите себе. Больше-то здравия наше от того, что если мы будем вести чистую жизнь по Христу, по Евангелию. Вот это-то. Даже и болезнь. Мы в болезни не будем искать. Ой, как бы мне скорее выздороветь. Я знаю людей, которые... Люди верующие были старые. Искали этого. Они молились. Даже бабушка моя говорит. Вот молюсь, говорит, чтобы не привел бы Господь. Меня как-то внезапно умереть. А чтобы перед смертью поболеть бы. Хоть пострадать, говорит, полежать немножко. За жизнь, за всю жизнь ни разу в больнице-то не лежали. Так хоть, говорит, дома пострадать, поболеть, говорит. А это плохо, говорит, когда без болезни, да умрешь. Такое что. То есть в болезни приходит покаянный дух. Вспоминает человек, когда лежит все. А так шел, шел, споткнулся, и нет ничего. Вот так вот. Ко мне какие вопросы? Никаких. Вот это да. Так вот, да, выкатворился. Мясо нельзя есть. Что с вами? Нет, не раз. Мясо нельзя. Это помидоры есть. Я что-то помидоров навалом. Они только красные на мясо похожи. Все. Хорошо, батюшка уступает. Все по чину, по ранжиру. Я деток попросил привезти сегодня сюда. К ним слово. Я так краем глаза только вижу, как идут занятия. Иногда захожу и один раз провел. А там не бываю. Дети многого не знают. Вы старайтесь их учить. Каждую минуту учить. Вот у нас была Королева Фаина Соломоновна, еврейка. У нас иногда были с ней разговоры. Она говорит, я иду сейчас на остановке. Там мужчина лежит, прямо на остановке. Из-под него лужа течет. Вы хоть раз еврея одного где-то видели такого? Я должен ей сказать. Люблю я евреев, не люблю. Я должен сказать нет. Она дальше продолжает. А возможно это или нет? Я заранее знаю, что это невозможно. Это невозможно. Вся нация направлена на то, чтобы эта нация выжила. Эта нация выполнила ту роль, которую Бог ей назначил. Это закваска. Это соль мира. Хотя они делают и не то. Но в конце мира они обратятся. У нас человек немножко что-то вот так трясется. Бывает там какой-то паралич, что-то. Что он может делать? Самое большее около храма протягивает руку. А после храма напиться и драться. У Покровского такие были. У немцев его учат. Ему уже заключение дали. Там церебральный какой у него. Вот ДНК не то. Дауна там. Все у него в куче. Но они им занимаются. И рассказывают о Боге. Другие приходят о Боге и говорят. Он, а я что могу сделать? А сам сказать не может. Слова трудно разбирать. Логопеда надо переводчика. И учит его наклеивать вот эти обои. И он хочет пойти к тем, которые бедные, и наклеивать обои. И он пошел самостоятельно, наконец, один. И кривлялся там, как его, как болезнь, корешки. И он накатал. Да сделал хорошо. Да ему похвалу дали. Так он пришел, там весь город узнали. Он не нужен никому. Презренный человек, обделенный жизнью от Бога или от людей. Он радуется. Он сумел людям сделать добро. Приучите их делать добро. Детей. Это радость. Вот тут со слезами на глазах будет. Воистину так. Чтобы дети научились видеть, что их окружает. Сколько было изобретателей, которые ночью не досыпали. Я не говорю уже об интернете, о телефоне мобильном. Кто изобрел вот это дерево, чтобы так его распилить? Пилу, топор. Кто-то добывал. Может, заключенные за копейку работали. Кто хлеб выращивает? Не урожай. Он не уродился. Пропало все. Это не на трамвайной остановке ждать трамвая. Непогода. И ты кусок хлеба взял и роняешь. Я как раз к этому и хотел сказать. У нас было такое. Два раза заметили в лагере. Кусок хлеба был брошен в туалет. Это была тревога. Лагерь прекратил существование. Я выступил. Найти. Найти этого беззаконника. И чтобы этого никогда не было. Лагерь ушел. В один конец через час возвращается. Идут в другой конец. На все четыре стороны света сходили. Передоролись, никого нету. Никто не соотнается. Я пошел в деревню, жил милиционер, подполковник. И он когда-то поднимал солену. Добрым словом, будь здесь, помянутый в этом деле. Дружинник Геннадий Петрович. Пенсионер, подполковник. И он говорит, когда поднимали солену, какие были трудности. Как возникли эти пыльные бури. Миллионы тонн за тысячу километров полудородного слоя унесло. А кусок хлеба, как он дорог. Каждый день умирает в мире до 70 тысяч человек от недоедания и голода. Запомните эту цифру. А у нас его сколько выбрасывают? Дети, кто это сделал? Ни один, нет. А я еще не расследую. Я его буду расследовать. Я их усаживаю за стол. Руки на стол. У него сестренка здесь. Я отозвал сестренку. Да как-то твой Алешка сделал. А ему 7 лет. Да ну. Так, возьми его, поговори я отдельно. Ему должен сознать. Я его сразу определю. Она говорит с ним. Дальше я выступаю. Припоминай фильмы Лебенгур. Когда Пилат говорит с ним Лебенгур. Я сейчас сошел по ступеням вниз. Я с тобой разговариваю, как друг отца. Друг отца твоего, который принял тебя. А эти. Но сейчас я зайду по ступеням. Я буду карающей рукой Рима. Я детям сказал. Сейчас я говорю. И я ударю в ладоши. Три раза. Если ты не выйдешь, после этого покаяния не принимается. Стал говорить о хлебе. Ударил. Стоит, не шевельется, ни один глаза не мольнет. Снова разговариваю ему. Что мы сейчас обнародуем это. Это беззаконие будет истребленным. И на лагерь наложим и пятим юно целый день. Лишеным будут пищи. Все друг на друга смотрят. Где он? Никто. Я еще раз хлопнул. Третий раз. Последний раз говорю. Подошел вплотную к нему. На него смотрю уже. Надо будет сознаться. Принеси покаяние. Пойдете к батюшке. Хлеб брошенный в туалет. Вы понимаете, что это такое? Мы хлеб насущный. Не картошку просим. Хлеб. В самой главной молитве. Стоит с места не шевельнулся. Так, Алеша, выходи. Это твоя работа. Нет, я не делал. Ты бросил. Скажи, как ты его вынес хлеб? У нас же дежурные стоят. Чтоб никто не вынес. А я вот сюда под рубашку заложил. Ребенок. Он запирался до времени. А когда спросил наводящий вопрос, он забыл, что у него наносил. А я вот сюда кусочек положил. А зачем? А сестренка была наказана. Да он решил ей дать. Оказалось, сестренка не была наказана. Он солгал. Ну, естественно. Вот такие большие тазы напекли пирожков. Это подсолнечное семя. Отдельно, без кожуры, конечно. Да еще на меду, да на сахаре. И вот такие большие два тазика. Все. Сейчас со всем хором идите в деревню и отнесите Устиновым. Пусть свиньям отдадут или сами съедят. Лагерь решается этого. Детям был это урок. А скажут, да это сурово. Не тебе судить. У тебя ни одного ребенка не было. Я 41 год возлюсь с детьми. И сегодня пишут благодарственные письма. Хлеб упал. В Грузии такое обычае. Хлеб упал. Ты должен поднять его. Обдуй. И поцелуй. И съешь. Это у нас в лагере закон. Ах, с крошки со стола смести это считается за честь. Не роняйте. Не жадничайте. Друг у друга не перехватывайте. Взрослые, следите за ними, чтобы за столом было благоговение. У русских считается отцом русской педагогики Ушинский. Маложивший. А отцом мировой педагогики считается от священника Яна Москамэнский. И он говорил, за столом веди себя как в алтаре перед престолом. Хлеб превращается в тело. Детям это полезно сегодня услышать? Вы должны быть другими. Когда-то вы будете жить самостоятельно. И вы детей своих будете учить этому. Златоуст говорит, ты начни. А тебя передастся другому и пойдет целая цепочка поколений. Относитесь благоговейно к пище, которая нас Господь наградил. В избытке. Это может кончиться в один день. Прекратится доставка откуда-то, а своей не хватает пищи. Все. Это Япония только. Национальная безопасность и заботится. Маленькие там по 5 гектар, по колено в грязи. Рис сажают и сажают. Государство им платит больше, чем стоит в 5 раз. В случае нам не будет поставки, мы проживем без этого. Я в Америке был. Там как делают? Я удивился и не поверил. Не может быть? Да будет. У нас была земля, когда мы строили Джорданбирский монастырь. И в это время приезжает комиссия. Приехали, мы не беспокоим. У нас когда обед? Сейчас. А приехали пол первого. Так, мы подождем. Ни начальника, никого не трогают. Как только обед, теперь свободно. Заходите. Сколько гектар? 300 гектар. Сколько собираете? Ну, по-разному. Среднее-то вы знаете, да? Знаем. Сколько? Ну, у нас так получается по 42 центов. Это очень большой урожай. Так. Два года не будете еще съесть. Так как же? Так, вы слышали? Вы не перебивайте. Два года. Посчитайте, за два года какой урожай? Сколько это стоит? Какой сегодня? Какая цена? Тут интервенции не надо делать. Называется это мукомольная интервенция. Так. Мы посчитали. Деньги там где-то около 5 миллионов долларов. Да. Так. На ваш счет сегодня переводятся деньги. Вот так государство заботится о национальной безопасности. Земля должна набрать подородие. Не сажайте, а получите по полной программе. Детям нужно это рассказать. У кого не хватает хлеба, а если это дети живут там, где бедное, подсуши сухарики, пойди отнеси ему. Что-то останется птичкам. Нигде под ногами, чтобы хлеб не валялся. Идешь мимо, где подними, положи в мусорный ящик. Детям этого достаточно на сегодня. Маленький урок вы получили. Вы свободны. А остальное, немножко дверь не закрывайте, не кричите только. Это наше будущее. А какое оно будет? Что не раз в жизни будешь? Я говорю у бабы, баба, какой у тебя самый радостный день? Да никакой радости нет. Но все-таки. Ну как-то ты дни-то разделяешь, выделяешь, да ничего не выделяешь. Ну правда, пенсия когда приходит. Да как это день, да какая радость. Внуки приходят, все отбирают и бьют меня, если я спрячу. Это твои внуки, твои? Достучалась? Да кукарекалась? Вот эта курица, которую батюшка получит. Вот она и не нужна оказалась. Вот пример Иоанна Кроштадтского. Не поселись, не молились, а теперь вот кукарекают у храма. Вот несколько я хотел сказать примеров. Я похвалюсь сейчас своим незнанием. Знаний, наверное, не хватает. Виктор Андреевич меня подвел к этому. Дает салфетку. Зачем? А ты платочки свои выброс. Они не нужны, когда ты вытираешь глаза. Потому что мне все закапывать приходится. Это торможение, потери. Это не лекарство. Я день-два потерпел, а потом взял отрезал. Отрезал, там все мокрое. Как же так? Такая салфетка и так хорошо сделана, она мокрая. Но на ней написана инструкция. А зачем ее считать? Так это я знаю, что салфетка должна быть сухая. Я их развесил салфетки, стал сушить. И когда просушил, то когда просчитал, что они специальным раствором, там чаем каким-то целебным пропитаны, чтобы влажно утираться, то руками развел. Балбес, сэр. Значит, даже на салфетке можно было поучиться. Еще же инструкцию-то не почитал, как в интернете там листают у нас корешка-то. Ну вот видишь, не открываются. Уже инструкция есть. Переверни папку-то правильно, чтобы она лежала-то у тебя. Второе. У нас перед окнами росло девриво наклоненно и опасно. Я сходил, вернее, Людмила Степановна, и сходил в центральный район, администрация. Потом приезжали, смотрели, они в зеленхоз передали, и они сделали. Прошлый раз я говорил об этом. Но дерево-то хорошее. И они его напилили большими вот такой высоты, называется сутунок, там на три чурки. Ну, у нас так называли, я не знаю, как на чурка, я не назовешь. Сейчас дерево. Одна, вторая, третья, и таких шесть было. Ну, а мелкенькие мы увезли. Позвонили одному брату и говорили, брат, у тебя пила есть? Да, есть. Ну, попилить бы надо, никогда не отказать. Безотказный брат. Ну, решил так, что я, такие нет, я приду в субботу. Ну, а я после этого на бумаге, в прошлый раз показывал, пошел к главе администрации, к Юрию Николаевичу, и ему просто благодарность выразил. Потом-то ему надо еще сходить, я ему книги подарю. А, видимо, так я потом стал догадываться. Когда свалят дерево, оно чуть не год лежит, гниет. Они расторопились, видимо, ради того, что похвалил, скажут, так убрать от него надо, а то похвалы-то не будет. И они эти сутунки, когда мы не видели, уже в пятницу увезли. Их нету. И пилить-то нечего. А дров-то было на полмашины. Дерево крупное, здоровое было. Еще раз один урок получил. Ничего не откладывай на завтра. Увидеть только одно. Съешь сегодня, не откладывай на завтра. Что можно съесть сегодня? Речь идет о делах. Вот я на этом пне научился еще раз не откладывать. Никак. 29.1, притча Соломона, говорится, не хвались завтрашним днем, ибо не знаешь, что он родит тебе этот день, день родит. Потому что сегодня успевай, пока ты молод, пока в тебе сила. Употребляй в нужное русло. Я опять же вспоминаю Сапаину Соломоновну. Она говорит, я вам дам статистику. За последние две тысячи лет, а может за три тысячи, у евреев не было ни одного неграмотного человека. Да не может быть. Да везде же было ликбезы, ликвидации безграмотности. Только не у евреев. Да надо же так. Я не знал этого. Почему? Они любят себя, любят нацию. Они уважают и любят, и трепетно относятся к ней. Сколько же у нас в России было неграмотных? И сколько есть еще сегодня, когда люди считать-то не умеют. Значит, есть чему поусить все у этой великой, богоизбранной нации. Ну и на этой неделе для меня было такое небольшое событие, делавшееся большим. У меня нет телефона. Марина, я не вижу, где она, Марина? Да там вот она. Куда-то делала. Да там она сидит, вот рядом. Да, там. Вот они с Игорем, это ее муж. Вот Марина. Они обо мне заботятся больше, чем я о себе. Надо телефон мне. У меня не на что покупать-то. И они говорят, маме его купили там, а это девать некуда. Они мне подготавливали больше месяца. Так как хорошо с телефона, вы начальник лагеря, родители звонят, да. А я бегаю в деревню. Уговорили. Оказывается, телефон в руках, и они меня подготавливают. Апостол Павел Иоанн говорит, для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Это самая большая радость, когда обращенные и никуда не совращаются. А Давид говорит об этом, и притчи говорят. Нет большей скорби, как когда друг превращается во врага. Кодили вместе, пили, ели, разделяли искренние беседы, и друг делали со врагом подставлять ногу. Псалтирь написан на этом. У меня радость, Бог дает отдавать. Вот где мы не бываем, представьте, вот в библиотеку, вот мы заехали, я отдаю на 20 тысяч 100 рублей. Это же 750 евро. Следующий дальше, каждую неделю. Ну если на 7 миллионов 150 тысяч мы подарили за два года, то что-то стоит. Я к братьям всегда обращаюсь. Братьям, я не могу понять, почему у меня такая радость. Вот когда я даю, я как будто бы сына своего на высокую должность устроил. А книги это детище мои. И печально, конечно, когда не так. Наоборот, ненавидят, презирают, бросают, сжигают. Я внутри испытываю печаль. И вот они решили, немножко переходное сделали. Тут главную роль Виктор Андреевич сыграл, что я не слышу. У меня глухота, и в последнее время от гриппа совсем оглох, но то ухо, которым я слышал. То давно не слышал. Надо вам прибор. Батюшка говорит, надо прибор. Ну я прислушивался. Но так как я все даю в интернете, я с интернета-то ничего не скачиваю практически. Мне слушать некого. А когда по скайпу, трубка на мне висит. По телефону я хорошо слышу. Но вот ехать, и вопрос задают люди, и я не слышу. У меня стоит переводчик. А те говорят, он переводит, времени в два раза больше надо. Вам нужен аппарат. Виктор Андреевич, я знаю, это очень дорого стоит. Это швейцарское оборудование, уже сегодня в руках. Водили, обследовали. Здесь что-то в уши толкали, чтобы контуры уха точно были. Точно подогнали под ухо. Все это рассказывали. Знает об этом Сергей Пупков вчера возил. Он на машине возил. Дай Бог ему здоровья. Два раза. И вчера закончила все. И мне выдали вот этот аппарат. Он там коробка на коробке. А теперь она вот внутри. И вот она лежит. Посмотри какая. Какие там батарейки. Кто изготавливает немцы? Это в Швейцарии приобретал он. Барунов Александр Геннадьевич. Мы вчера все засфотографировали у него. Как он вставляет, как что делает. Он не против. Но я ему решил подарить. Подарил Новый Завет трехтомник. Для слова Божия нет узких, но православие. Пять книг. Я говорю, вот вы меня тут решаете, кто как слышит. А я решаю, что вы тоже глухой. У вас надо душу пробудить. Он православный, у него иконка висит. Давыд говорит, однажды сказал Бог, и дважды слышал я это. Слышал этими ушами, и слышал этим. И у него радость была неподдельная. Все это он сфотографировался. Как он делал, ну, столько же труда. Каждого человека несколько часов проверяет. Конечно, ясное дело, что это не два рубля стоит. Ну, расстались мы по-хорошему. Итак, сегодня я впервые использовал его на литургии. И только там, где говорится проповедь. Остальное службе я знаю, или молюсь сам, что. Вот эта вот батарейка, что пока не закроешь, а она не работает. Кончил, вот так открыл, все выключил. Там какие батарейки, на чем основаны. Когда он ее срывает, эта батарейка попадает туда в воздух, и она окисляется. Ну, мы видим, железо окисляется, цинковое. А какой-то мудрец подумал, наверное, не зря окисляется. Оказывается, там идет энергия электрическая. И они туда это заложили. Поступает кислород тоненький-тоненький. Он все показал. И вот я сейчас, я вам проверку дам. Ну, может, не совсем хорошо получится. Тут выключать, как увеличивать. Вот, значит, надевается. Это у кого не будет хватать, я не знаю, той стороной или еще воткнуто. Ну, той. Что, если я не об ухом буду дрова колоть-то? Ну, естественно. Да, микрофон. Вот так. Так, что у меня тут я слышу? Нет. Микрофон принимает, да, здесь? И передает? Ну, Виктор Андреевич там узнает. Так. Ну, кто говорит еще? Мир вам. Мир вам. Даже нужды нет. Я всем говорю, там, говорю, а что вы кричите-то? Все слышу. Он уйдет в сторону, там, на 3-4 метра, говорит что-то. Щекни шепотом. Я все слова воспроизвожу. Так. Но я говорю, вы меня делаете, а я мосить-то не буду. Так, а зачем, может, ты пришел? Ехать надо. Ехать надо. А когда будут выступать, мне тоже не нужен. А когда будут вопросы задавать? Потому. В кармане я его держу. Для меня сегодняшний день особый. Если очки люди не носят, не так, а то для них стыдно. Ну и что сделаешь? С сегодняшнего дня, вот, я буду ходить с прибором. Но вы меня редко в нем увидите. Какие у меня сегодня просьбы к вам? У нас не заладилось. На неделе мы сдали документы на шенгенскую визу. На проезд по всем государствам Европы. Мы уже знали, как в прошлом году. Нынче это все сделали. Виктор Николаевич приехал с Савченко. Сдали документы. И где-то с числа 3-5 можем получить. Но у нас на пути Англия. Оттуда приглашение сделали от пастора на троих. Они берут на себя страховку, расходы, все. Но здесь регистрируется все по-другому. Ни одного документа не надо. Нужно только в интернете, онлайн. То есть, и все на английском языке. Вопросы на английском и ответы должны быть на английском. Все документы я должен переводить на английский. И почему-то рассчитывается не в евро, не в рублях, а в долларах. Хотя Англия. И как перечислять только тоже не вручную. А потом ехать обязательно в Новосибирске, чтобы сняли отпечатки пальцев. И объясняют это для того, чтобы люди лично, которые едут туда, чтобы не остались там. Я посчитал 104 вопроса надо ответить по анкете. Все. Отец. Где? Мать. Ну все абсолютно. Сколько у меня на питание уходит, сколько получаю, с кем еду. Сегодня обязательно надо закончить. И они сказали, вам выставили пример, в понедельник мы получим уже оригиналы за Англией. Спецкурьер привезет. Но копия у нас. Начинайте скорее работать. Скорее. Потому что когда мы все сделаем, а сделаем не в один день, там выйдет минимум две недели. А может в месяц. А может в полтора. Мы в эту сумму времени должны вложиться. Значит я попрошу помолиться. Потому что нигде такой большой подготовки к нашей встрече не делают, как в Англии. Я больше двух дней в Греции не могу. Никак. Хотя там свои люди и приготовлены. В Англии на три дня не соглашаются. Прямо написали. Если меньше, королева обидится. Ну королева, если ты делал другу. Значит мы, расчет будет такой, да если правда не правда, что если мы там сколько будем, делается пометка, и шенгенского срока высчитывается это. На шенген 30 дней отдается. Значит до 10 дней может быть. Они устраивают встречи в разных городах, договариваются. Там, притом не православные. И какие встречи, может не по одной в день будет. Его звать, который всем руководит Андрей. Просто помолитесь о нем. Видно, очень хорошие люди. Но я-то не буду никому подыгрывать. Я-то не особо подъемный-то. Не транспортабельный. Я буду спрашивать. Эти темы вас интересуют? То есть введение, по канонам, по святым отцам. У них проповедников своих хватает. И вывел меня на них, опять же, Андрей Кураев. Он там был и говорил, а они дальше через него увидели, он обо мне отзывается там где-то. И сразу начали искать и нашли, и вышли. От Андрея Кураева входят на форум. Сколько ваших как? Через Андрея Кураева. У нас сколько людей уже пришло? То, что он помянул. Значит, что значит ли сейчас? Андрея никогда не забывайте. Молитесь. Обвинений в его адрес, в мой адрес только нет. Он нуждается в помощи. Дальше. У нас на этой неделе, Игорь, пожалуйста, обвели по канону. Ну, чтение великого канона будет полностью. Ну, в Марье настояние. В среду будет, в 4 часов вечера. Ну, и где-то до 7 приблизительно будет. Так что приготовьтесь все. Приблизительно где-то 500 с лишним поклона будет земных. Берите с собой там подружники. Все как должно быть. Там все и приходите все дружно. Дружно приходите. Подружники что-то такое? Это под руки, чтобы не грязные руки были. Не надо с тобой, перед собой этот... В 16.00 начнем. Туркменский до Стархана расстилать, как на обед. Достаточно, чтобы две руки помещались. На 10 этих и западе пальцы обозначают. Поклонить, чтобы он на земле. Вот, а надо мало того, что-то еще реку держать. Приходят. Под руки, чтобы не было грязи. Конечно, могут. Тарасу надо сказать, чтобы не здесь молиться. У нас и так не определилась ставка, где, куда засылать вырус. Возьмите это для себя, близко к сердцу. Прям искренне помолитесь. Где нам быть? В каком месте? Проработка по двум или трем областям идет, и все неудачно. Неудачно. Просто, может быть, будем где-то в Подмосковье с обратной стороны. Это нам просто необходимо. Я хотел спросить, вы слово соревнования все понимаете, что такое? Соревнует. Есть соревнования скрытные, а победа явная. Сегодня везде говорят, показывают демографический расклад. У русских, у других, еще там меньше есть, плодятся. 1,8 ребенка на семью. Запиши цифру 1,8. У мусульман 8,1. И Дмитрия, когда спрашивают Смирнова, неужели батюшка так безнадежно? Что вы думаете? За годы перестройки до 120 миллионов абортов. Только в России. Это большое государство. А у мусульман не одного. У нас 2000 лет в христианстве проповедуется безбрачие. И апостол Павел об этом говорит. Почему? Потому что все небесное. Выдающий девицу поступает хорошо, а не выдающий лучше. А у них так. Вот здесь мула его спрашивают. Какие у вас самые большие заботы здесь? Ну, думают, какие у нас храм построить? Мощай достать? Он говорит, всех переженить. У мулы главная задача, переженить. И может быть, ни по одной невесте. Убили у кого-то, значит, вдова идет за него. Что сделал Мухаммад? У него четыре оказалось. Сегодня на четырех остановилось. Одновременно, чтобы не было. И для нее большего счастья, жизни нет, как быть с ребенком. И поэтому 8,1. А в России было 10,12. Напоминаю, Дмитрий Иванович Менделеев, химик. Был с 17-м ребенком в семье. Вообразите. У нас в семье 10 было. Самое большое в семье. Вот тогда Россия, она росла. Прирост был на 3% каждый год. Сегодня, как же, когда одну жену, то лучше ее не иметь. У нас закон такой. А у них 4, это самое хорошее. Здесь аборты, там не делать. Здесь всех их обращают к себе, они все мусульманами делаются. А сегодня взахались. Европа вся почти мусульманская. Англия мусульманская. В Канаде за последние, кажется, 20 лет количество мусульман в 30 раз увеличилось. Вот оно соревнование. А если мы заботимся о другом, о небесном, нет противозащаточных, нету. За аборт карается смертью любая мать. Только один аборт сделай, второго уже не сделай. Да и отца еще публикует. Как ты мог допустить такое? А здесь не. Он настаивает, да ведь, сделай аборт, сделай аборт. Мы нация, не одна нация, все европейские, христианская, пост. Христианская эра. Небесные не взяли в основу и плоткое все потеряли. В соревнованиях проиграли. Безнадежные. Дмитрий Смирнов говорит, если с сегодняшнего дня в каждой семье будет не менее 8 детей, вот только решение. Может это быть? Ну ясно, что это не может быть. Не может. У них, по основным, так нет детей, может разводиться там какие-то свои правила. Здесь никаких правил нет. И поэтому нам нужно понимать, почему святые отцы говорили, Почему Павел так говорит? На это главное, если ты один, нет детей, все силы для небесного отправь. Вот тогда только оправдаются. А так никак. А это бьется с ребенком, до нескольких ребятишек, она сама болеет из-за них. А у другого ничего нет, спит, говорит, а вот открытый корытом. И что, одинаково? Возьми ее на бардаш. Это как баршу, говорится, тянуть. Помоги. Когда-то нельзя ей пойти, пойти поводиться. Бросьте тогда все силы на духовное. Я считал про одного философа, который, чтобы познать самого себя, кто он есть, выколол себе глаза. Познать самого себя. Серафим Саровский советует молиться, закрыв глаза. Если сон подойдет, тогда открой. У нас, наоборот, сон подошел, глаза закрылись. Но Иисус возвел очи к небу и стал молиться. Понимаете, что слышать и видеть, это еще не главное преимущество перед слепыми глухими. У меня с детства были вопросы. Главное, это сразу определило, у меня механическое повреждение, проткнуто там, перепонка или что-то. А где было? Ну, что-то в детстве было, значит. Ну, служил-то в морфлоте, в ракетных частях. Как-то я слышал же, выходит. Ну, все время ослабевало. Ослабевало, поэтому потеря слуха, она позволяла мне обходиться без этого уха, видимо. Я уроки учил на 2-3 урока раньше. Я не знал, каким уроком закончил в школе-то, я же не слышал. И поэтому для... Я в школу бы, если не ходил, точно так же закончил бы. Я уроки учил самостоятельно все. Слепые, которые не видят. Я знал такого из города Каннска, Красноярского края, лютых, Георгий Иннокентьевич. Георгий Иннокентьевич. Исключительно много знавший. Я к нему съездил в гости. Он у меня был 3 раза, или 4. Слепой. В 6-летнем возрасте нес отцу. Есть, обратно пошел, а река уже поднялась выше. Его смыло водой, ну, как ванга, ослеп. Я говорю, откуда же ты знаешь поэмы Натсона, Некрасова, Пушкина? Поэмы, не стихотворение. А я все время учился. Где какая бы ни была беседа, диспут я старался всегда там быть. И он услышал мою беседу с отцом Дмитрием Дудко. Пленка попала. И он говорит, а кто это? Ему говорит, это священник беседует. Очень самый известный был. Не Александр Минц самый известный, а Дмитрий Дудко. А это, да, это дворноуза там один. Дак он-то прав, говорит, чем этот священник-то. Вы меня отвезите туда. Его привезли. Два раза привезли, а третий раз сам слепой пришел. Оживо около линии. Пересекать, кажется, там около 20 полотен железнодорожных. То есть он пришел. Что значит знание? Желание знать? Он услышал об отце Геннадии Фасте. И поехал в Елисейск. И съездил, приехал, говорит, я насладился новым златоустом. А отец Геннадий говорит, я не мог определить границ его знания. Отец Геннадий, магистр богословия, бывший преподаватель университета. И он не мог определить. Слепой. Что же мы зряще-то будем напротив дяди Гоши? Он отошел к царству ему небесное. Он службу знал наизусть. Ни один священник так не знает. Я знаю жития, но я не знаю когда. Он знал их на память, по числам. Он у меня был, беседовали. Я поражен был, это невозможно. Просто невозможно. Я решил редкого поэта Григория на рекоте армянского считать. Тут уже продолжают считать. Где он, не знаете, я не мог определить. Державина вода, он ее всю считает. Я и наизусть не знал. А псалтырь, другое, это даже не спрашивает. И слепой чем занимался? Переплетом книг? Кто-то подсказывал, видимо. Пещи ложил. И дом себе сам построил. Слепой. На сто процентов. У него просто яменьки. Одни как вот тут ходит один. Болчатников этот. Иван Андреевич. Православие тут в храме все время кланяется. Мы близко знакомы. И глухому, и слепому можно жить. Но неверующим и нельзя жить. И он решил был, чего он получит. Я про одного считал. Ребятишки у эскимосов играли. А родители в чуме. И они бросали вот так этот пепел. Но ребенок же глазами кверху. И пепел упал на горячие выжжат глаза. Оба глаза. И он самый известный проводник на севере. Проводник. По снежной пустыне. И никто не может понять, как он. Птицу бьет на взлет. Глаз нету совершенно. И когда по рекам где-то спускается, его только берут с собой. Он слышит изменение шума воды, приближающейся к луну под водой. И когда на нартах скачет, он слышит трава, как шумит, какая. И говорит, куда поворачивать. Это как можно все это развить в себе? Еще раз говорю. Пять органов чувств надо все-таки тренировать. И слыша вот такие дела, сказать, Господи, закопал талант. В среднем человек использует потенциально четыре, три с половиной градуса только. Эти проценты. А остальное невостребованное. На днях мне передали. Один человек, очень известный, сказал, добродетель-яд. Это яд. Добродетель-яд. Ну, я мог бы объяснить, а что тщеславие приходит? Это Осипов сказал. И один из наших знакомых взял себе, а поэтому добродетель-яд, я и так-то ничего не делал, поэтому каяться в добродетели не буду. А всю жизнь пил, курил, блудил, шесть раз женился. Но добродетель-яд, какое опасное слово, и взятое у святых. Без пояснения. Добродетель-яд это высшее, с чем мы пристанем перед Богом. По добродетели нашей. Ангелы нас судят. Дух Святой, и на суде Божьем будем. Сколько ты сделала добра, так досветит ваш перед людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославили Отца Небесного. А добродетели, прославление, то есть это высшее. Мне по интернету задали вопрос. Скажите, а в субботу, воскресенье, почему нельзя кланяться? И время исчисления с двенадцати. А по церковному, у нас сейчас шесть вечеров будет, это уже наступает другой день. По службе, по богослужению. И поэтому в пятницу вечером уже земных поклонок нет. И Господи, Владыка, живота мой уже не считается. А сегодня вечером, воскресенье сегодня, сегодня тридцатая марта, день Алексея Божий Человека. Алексея всех поздравьте. И вот если Господь нам показывает по числам, когда что, то мы должны сделать абсолютно правильный вывод. Если это время подошло, ты посмотри по числам. Как Господь нас куда выводит? Я неоднократно говорил, что какие приметы в эти числа, чтобы душу настраивать на подражание, глядеть. Это необходимо каждому, если ты уже родился, и тебя Бог благословил. Я еще вернусь к этому. Относительно добродетели. Добродетель, добродетель и разная вещь. Как сделать? Кому сделать? Сераха говорит, смотри, кому делаешь, не помогая злому, дабы не усилить руки его. Сегодня так. Кому можешь? Надо, не надо, ты помогай, Бог разберет. Такого в Писании нет. И вот спрашивают, а где поклоны делают? Повторяю, земные поклоны делаются без Великий Пост, кроме субботы, воскресенья. Суббота, как седьмой день творения, отдыха, и воскресенье, Христос стоял прямо, воскрес из гроба. Объяснение только такое. А почему тогда в воскресенье мы кланяемся, когда батюшка выходит с чашей? Я просмотрел, какие возможны книги, поясняю. Вот когда ты просто кланяешься и с крестным знаменем, когда батюшка впереди стоит, когда у него в руках что-то есть? А именно что? Евангелие, чаша и крест. Я попутно кое-что говорю. Крест должен быть ровный, совершенно никаких на концертах на балдачников не делать. Ровная полоса и ровная. Посмотрите на Покровском соборе. Там на балдачников еще я посчитал восемнадцать концов. Не восьмиконечный крест, бывает шести и четырех. Другого не бывает. Это восемнадцать. А восемнадцать это три шестерки. Три шестерки. Три шесть, восемнадцать. Накрутили кучу железа. Зачем? Вот искверченный крест, его и масоны разные все употребляют. Там раздвигается мальтийский крест, вот так тоненький, а дальше шире, и все. Вот почему. Значит, кланяться только с крестным знамением. Когда у священника, он просто так благословляет, без крестного знамения. Не надо совершать крестное знамение, а просто поклониться. Когда в руках у него крестное знамение, крест в руке у него, чаша Евангелия. Все. Архиерий благословляет точно так же. Ну а земной поклон, где делают, тоже понятно. А почему тогда Евангелие батюшка выходит и благословляет, и крестом благословляет, мы в земле и кланяемся. Потому что это подобие. Крест это не Голгофский крест. Он только напоминает подобие Евангелия. Евангелие переведено, не подобие то, что писали. Единственное реалие полностью совпадает. Это чаша. Это кровь, которая здесь, а она не разница от той крови, которая протекала там. Это единственное место реально, где Христос присутствует. Католики говорят, ну, а второе, они сейчас придумали, это в наличии Папы. В Папе отображается полностью Христос. Мы с этим, конечно, не можем согласиться. Реально только в чаши. И поэтому перед чашей, когда благословляет, два раза батюшка, два раза, два земных поклона. Все. На остальное нет благословения. А другие книги, другие книги, они не могут быть выше наличия, что в Евангелии написано. Мы кланяемся Христу распятому. Он стал говорить что-то еще мне, человек. Я говорю, реальный Христос. Реальный. Неподобие Креста. Крест это подобие только. Поэтому делается воскресенье вопреки. Да кто же канон? Да канон. Но это выше канона. Ниже. Другой батюшка говорил сегодня. Если что-то отменить, должен быть такой же собор. равнозначный. Я за то, чтобы посты все отменили, кроме Великого и Среды и Пятницы. Но они есть, и поэтому разговоры окончить. Я православный. И поэтому все православные каноны, правила, они у меня должны быть здесь. Я вот немножко вам сказал. У нас одна сестра во время занятий там выступала. И муж присутствующий ей сказал. А я тебе запрещаю здесь говорить. И определенная эпитемья. Там 4 недели. Я вот наблюдал за это время сестра с такой кротостью это все вынесла. Вот незримая похвала ей сегодня. Вы просто знаете, что у нас такие есть люди, которым надо подражать. Строгости мужа в меру дал эпитемью. Она на занятиях ревностная, очень даже ревностная. Ну, записку не запретили ей подавать. Она подает запиской. Женя, если вы знаете, я просто прошу учитесь. Смотрите, вам это очень полезно. Очень полезно. Еще маленько, еще чуть скажу. Я держу голубей. И одна голубка перестала залетать. Я ее принес, у нее нащупал под крылом утолщения. Я пригласил Настю Дробот. Настя, ты же у меня была? Была. Вот она, видите. Она ветеринар отличный. И она посмотрела, говорит, это у нее не утолщение. У нее все эти кости изменились, как у старого человека бывает где-то. И, смотрите, как у нее когти. Она разобрала ее по частям. И я понял, она пенсионерка. Но я ее мужа-то знаю. Она у меня теперь всю зиму просидела в коробке. Но иногда, чтобы она она все равно накухнется, как говорится, чесует перед смертью. А потом вдруг начинает шевелиться. И ест нормально. А в теле ничего нет. И я ее мужа привожу. Ее, любимого. Скажите, он ее признает. Как они друг у друга обхажут. Он ее целует. Там, ну, клювом. А она к нему лазит. Маленько погодя, видимо, огня-то нет. Он-то молодой. Ну, старая женщина выйдет замуж. Ясно, что еще ничего нету. И вот та же самая история. И она передняя. Тогда я стал его на улицу выводить ее. И они вокруг нее. И за ней ухаживают, которые ее не знают, голубят. А это тогда отгоняют их. И она тогда согнется, горбатится и домой ко крысу идет. Ко крысу идет, и он за ней. И она заходит в сенки, и он за ней. Я их закрываю в избу. Он поест, полюбуется. Я вывожу. Теперь другой день. Она ни слова не говоря спрыгивает на пол. А сама кубарем летит, светит и шагает важно на улицу. И открывает дверь, идет. И каждый день у них свиданка. Голубь. Ну настолько интересно. Человек. Человек не нуждается разве в этом? Родные и близкие. Ходит-то плохо. И переваливается, и выходит. И караулить надо, чтобы какая кошка-то не схватила. Она летать совсем не может-то. А он, это то ли не понимает, или еще видно, что он завел подружку. Я уже видел, он там с кем целовался-то. А тут все, это бросил, только около нее крутится. Я нашел, что в природе много можно сему поучиться. Так, особая молитва о наших братьях сейчас помогает нам зарегистрироваться и там свои аккаунты создать по английской визе. Я уже настроен, чтобы побывать надо там быть. Для нас они сделали все. Теперь вопрос стоит с собакой. Очень трудно. Мы проходили Шенген, Германия, такая строгая. Там не таких даже не смотрят. Собака и собака. Какая? Немецкая, немецкая. О, гуд. Здесь никак. На наши уколы не смотрят, дают укол. Я должен сидеть, ждать в карантине шесть месяцев. Ну, шесть-то месяцев тоже много. Но в этом году бы-то правила какие-то изменили, что поменьше будут. Мы теперь говорим, найдите нам во Франции подходящее место, где могли бы собаку оставить. Нам зачем на 10 дней с ней возиться-то? Ну, если не пропустят-то. Нам же второй надо проникнуть. Я думаю, туда ехать, если будем, только по паромам. А обратно брата Николая пустим паромом, а вдвоем можем проехать по тоннелю. Охота мне в оглубине морской побыть, как Павел говорил. Чтобы это слово на мне исполнилось. Еще я нашел место в Библии, на мне не исполнилось. Был в оглубине морской. Но он был в колодце, я тоже был. Вопросы? Виктор Андреевич, поклон на земле. До полного. Братья и сестры, я хочу... Не ругай, как я сопротивлялся. Я хочу вас попросить, во-первых, помолиться об Игнате Тихоновичу, что нужно убедить его в том, что нужно пользоваться аппаратом постоянно. Иначе вот те проценты, которые заложены, которые не используются, они атрофируются. Это... У него возникла такая аналогия с очками. Это не очки. Очки лишают действительно напряжения мышц, которые напрягают глазной яблоко и фокусируют изображение на сетчатке. Здесь это не мышцы. Это совершенно другой аппарат. Это нервы. Это нервные окончания, это нервные волокна, это нервные клетки. И если их не использовать, они атрофируются, как и всякое место в организме. Атрофия от неиспользования, так называемая. Будем молиться, чтобы Господь его, так сказать, вот направил на то, то, что нужно этот аппарат использовать постоянно. Это первое. Второе. Хочу попросить вас помолиться о мне грешном. Вчера я не был на вечернем богослужении по причине болезни. С вечера еще позавчерашнего заштормило. Тошнотворное такое состояние. И ритм сердца 40 и меньше 40. То есть это при норме 70. Это может произойти срыв на полную блокаду и остановку сердца. Ну вот я прошу помолиться, чтобы Господь не застиг меня врасплох, чтобы я успел покаяться. Вот единственное, уж уйти из этой жизни всякому предстоит, уйти из этой жизни не так страшно, но чтобы уйти из этой жизни не без молитвы, не без покаяния. Вот о чем прошу помолиться о мне. Спасибо, Христос. Я хотел предложение. Вы аппарат на свой оденьте, разговаривают люди же. Вы же сказали, я буду... А не, 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 ну понимаю, мы обязательно... Вам зачем тогда... Я тебе сегодня... Нет, вам... Нет, вот сейчас люди вопросы задают, спрашивают... Ну я сейчас подожди, скажу. Виктор Андреевич, я с ним разговаривал, он говорит, все время не надо, на 10 часов одной батарейки. Достаточно где-то. Но вы привыкнете, чтобы было, все время не надо, он говорил это. Не надо. Что касается экономии батарейки, это бессмысленно. Он же вам объяснял, что как только открыли, воздух поступил, она уже начинает окисляться. Нет, не за этого, не за этого. И окисляться она, значит, будет, она будет использоваться. Ее вы не сэкономите. Он спросил, а кто у вас дома? Я говорю, не с кем разговаривать, я один, еще никого нет. Я говорю, голубка молчит, мы двое снаем. Ну ладно тогда. А потом он говорил о том, что нужно вам адаптироваться, чтобы вы хорошо воспринимали вот эту речь, которая будет к вам обращена во время беседы, там, в загранице, и в путешествии. Вам нужно к этому аппарату адаптироваться. Он говорил о двух месяцах. Вам осталось как раз два месяца. Я и буду так, раз в неделю. Этого мало. А вот этот человек, который, чтобы познать себя, лишил себя зрения, это кто был? А я не знаю, кто он такой. Они демонстрировали. Это у них есть такой. Что за дом? Был. Я сейчас не понимаю, что он сделал, потому что я даже считал. Внутри себя, чтобы в духом все время проникать. Я хотел поблагодарить братьев-сестер наших, ну и вообще всех, кто участвовал в приеме мамы моей, племянницы. Она тут ночевала и у Надежды Васильевны с дроботами, с девчонками. И вот у Гали Загуляевой была. Ну она, как дичок растет, девчонка, она одна в школе ходит только в церковь. Нету вообще ни одного, ни одного ребенка нету, который бы ходил в церковь. Какое там православие, какую там духовность придумали, возникает. На две деревни, там одна церковь, ну как деревня, они не деревни, пригороды практически, там поселки, ну десятки тысяч людей живет, и ходят, пять бабок и один ребенок. Это вот эта вот сонь, сопья. Ну какая она там есть, вот такая вот она и есть, но ваших-то вообще никого не видно, что бы вы тут приводили. У вас тоже внуки же есть, у всех. А такое впечатление, как будто вы уже старые и одни засохнете, как деревья, вот эти тополя наши, которые спилят. Но я-то знаю, что у вас и не по одному внуку, я знаю, Валентины, Павловны, трое, трое же. У них родители. Троя. Ну и так далее. Все такие, что ли? Да, и так далее. Ну то есть у всех есть. Ну вот и попалась такая вот, и сестра моя, она делает все то, что читает Слово Божье. И у ней подобие страха Божьего есть. Вот она занимается, она бизнес-тренер, тренирует, как правильно продавать спиртные напитки в основном. Да, вот. Но это совесть ее, а она понимает, что это плохо. И она, я что, брат, не понимаю, что ли? А куда сейчас пойду? Сейчас выйду, у меня кредиты на миллион, и так далее. Я одна живу, муж-алкоголик бросил, и так далее. Ну то есть свои у нее, как говорится, отговорки. Но она понимает это. То есть вот там понимает, здесь понимает, но Библию-то читает, и причем не просто, а толкование наше, вот это вот, трехтомник читает. И ходит в церковь, и с собой девчонку вот берет. Бабушка там сколько может, помогает. Но они же не имеют такой общины. И она приехала, уже звонит, мама, а тут я была, вот там-то девочки-то были, там мальчик еще был. Ну такой, говорит, мальчик. Она считает, что Тараси, он это что-то, баловной какой-то, балуется. Часто остались, нормально. Но он же мальчишка, правильно? Но они верующие, они молятся здесь, мы молились с ними. То есть уже начинается, ей должна быть помощь, и она не против сестра и бабушки, а только двумя руками, чтобы поехать в Потеряевку. Об этом надо помолиться, вспомните кто-нибудь на молитве, чтобы это все как-то расположение, оно вылилось. Да просто. В лагерь, ну потеряю, конечно в лагерь, а куда еще? С детьми, чтобы были, чтобы старшие там были. Ну это, бабушка там будет, если она такая, она не будет лезть, она будет со стороны наблюдать, потому что она уже все понимает, что она с ней дерется, она и ругает ее. Ну не матершинными словами, она просто ругает, отойди от меня, ты мне надоела там и так далее. Ну то есть совершенно ведется сквернейшим образом, девчонка, еще дальше будет непонятно. Ну вот, Господь сподобил, приехала таки, все-таки удалось. Так, я хотел сказать относительно общины. Когда у нас шли занятия, были новые люди. Сейчас идут занятия, а они только со своими людьми, они так и не могут создать базу. Это Сергей этим активничает, Володя ходит, там вот играет, и ни одного человека, практически никого нет. Некоторые пытались там, пришли и ушли, и нету. Я работаю, я совсем не могу, не бывает нигде. Но в интернете находятся много. И все новые и новые души приходят в интернете, просят книги, они делаются, как будто члены вашей, говорят, общину мы себя считаем. Каждую передачу смотрят. Притом, в последнее время, какой-то прям все новые и новые люди подходят. Надо как-то пересмотреть работу свою, благовестие-то. Как-то открыть двери, как-то познать кого, призвать, пригласить. В деревне только все идет на оболь. На оболь работы-то нет. А которые были, это я давал объявления в газеты, новые люди. Конечно, обстановка другая. Ну, в деревне там просто. Сейчас могут давануть, там на Украине, там миллионы могут двинуться. Притом говорят о напряженной обстановке. Относительно Украины, хотел сказать. Показывают, но я не знаю, я просто говорю, что там взял. Россия накапливает вооружение с этой стороны, где гранищик, из Крыма. И выступает там министр обороны, их там генерал-полковник, и говорит, называет оружие, оружие не оборонительное, наступательное. И все там Донец, которое не приняли, вот то, что идет там это, Бандеровщина просто, называет. Это еще же я слова повторяю. И Харьков там, и как они, которые пытаются всех свернуть, не даются, и видят, что русских угнетают, дорогой грабят, когда едут, заходят там, вагонные деньги отнимают. Это все повод, могут стрелять. Вот этого Билова-то застреляли, Сашку-то, главный там, на правом секторе-то. А тебе говорят, и мы там сидим. Сейчас будет у них рубиловка друг друга. И Россия здесь может подсуетиться. Я не суетить, ничего не берусь, но беженцы будут. И поэтому, все в один день. Но, чтобы уверовали, здесь от внешних условий не зависит. Здесь надо работать. Здесь очень просто. Негде человеку появился, наши требования, не пьет, не курит, не ворует, не подходит, не матерится. Ну и верующий, согласен на все правила, условия, значит, дверь ему открыта, деньги есть, может строиться. А для веры этого ничего может оказаться недостаточно. Вот у нас были люди, которые ушли. Какая причина? Ушли-то. Ну вот сейчас я спрашиваю, были, тогда увидели, лавр сидит за одним столом с патриархом Алексеем Вторым. Ну какая-то вина-то была-то. Две семьи с детьми, как не бывало. Это что? Это путинская была, затея-то. Но он-то про это не знал. Остальные-то здесь остались-то. Другой, надо более духовное. Духовность начали искать. Вы знаете, о ком говорю, Муравлев Игорь. Батюшка говорит, батюшка не такой. Ну давайте такого, я съезжу, поучусь и будем такими. А я не знаю никого. Они говорят, что это вообще беззаказательно, беспочвенно. И куда ушел? В мир ушел. Полностью в мир ушли, дети не верующие. Сам говорит. Человек этот. Ну сделался богатый. В Владивосток переехал, магазины свои открыл. Ну, вот это, электроникой торгует. Другие выходят. У нас женихи свои, такие женихи, головно, были. Нет, надо. Надо из мирских. Те люди, за кого они вышли замуж, вышли, если они были бы здесь, они не могли бы стать членами общины, такие, какие они есть. На тот момент, когда они вышли. Даже разговаривать не надо. Поэтому, а я перешагну через это, ну будешь всю жизнь маяться, тебе надо будет уровень, он под твой уровень не поднимется, тебе под его уровень надо будет подделываться, под него опускаться. В храм не пойду, я не могу дать тебе иконки, молись и не лезь ко мне, мои дела. Мы знаем, как это делается. Поэтому, если крепкие они, тогда как-то Бог так решает. Так у вас нету, как нету у нас. За нашими местами сюда приезжают. За это время сколько от нас уехало? Которые были у нас здесь. И в разные государства уезжают даже, не только где-то. Поэтому выбор закончился не по шкале вверх. Чья беда? Как? Это уже дело Божье. Но надо работать. Надо работать. А не везет. А мусульманин, не имеешь права ни за кого выйти, как. Если мусульманин, значит, она должна быть мусульманкой. Ну, знаете, какая-то это дочка... Кристина Пугачева. Это Алла Борисовна-то. Ну, она вышла замуж и родила этого Руслана. Кто он там у ней? Как она называет его? А, Олег, что ли? С Русланом-то. А у них закон развелись, сын остается... Да как суд-то не решал. А зачем суд-то? Наш закон. Она сунулась выше. А вот тот вот сразу выше к Рамзану Кадырову. А тот, видимо, Путину, ну, конечно, по закону она права. Ребенка даже и вернуть. А они уже там поговорили. Он говорит, я не хочу, у меня с бабушкой хорошо, с бабушкой той хорошо. А тот, говорит, встречаться никто не мешает. И сын остался ей. И Алла Борисовна уливается в слезами, сидит. Она его любит. Но ты знала, за кого дочь выходила? Ты видел, он красивый, да? Они обходительные, галантные. Но ты даже была грубой, посмотрела, какие правила у них есть. Вот она познакомилась, наша здесь была одна. Наша очень близкая нам, близкая. Потерявки была даже с членом общины. Но ее мама познакомилась. Познакомилась, он в гестанец. Забеременела. Он любит, и он привел себя домой. Мать как поднялась на него одна. Да ты что, да где это видно? Так, из дома, чтобы она ушла, в соседей жила. Пока со сватой, тогда ты оттуда ее приведешь. Она беременная, там у соседей поселилась. А соседи говорят, это обман, он никогда тебя не возьмет. Ты должна принять мусульманство. Она говорит, я верующая, я христианка. Тебя никогда не возьмут. И правда, они его заперли, потом куда-то отправили, она одна посидела там еще, выехала, родила. Родила. Ну вот она верующая теперь, хоть христианка. Я говорю про Марину, Плотникову, Демосфеновну. Это она рассказывает, и все это стоит в интернете у нас. Тут секрета никакого нет. Так ей это наказывали, убей ребенка, аборт сделай, аборт сделай. А там работала какая-то немка, и та начала говорить, да не делай этого, я найду ребенка, родишь, там можно отдать. И нашла гречанка, богатая, у которой нет детей. И она родила, и сразу приняла. И Марина говорила, у меня три мамы, не две. Серафима Гавриловна, которой живет мужа, свекровка ее, мама своя, Катерина, которая там живет, и та, которая Елена воспитала ее. И ее любви, Марина хватило на всех, на троих. Но та мама умерла, а где-то мамы живые. Видите, как жизни бывает. И все из-за того, что необдуманный там был шаг. Неужели не нашлось бы русского парня, но она была, видимо, красивая, стюардесса была. И вот у нас точно такая же история, мы теряем из-за того, что как-то что-то теряем. Ну смотри, какая была Настя Деянова, что она, плохая что ли? Косолаева фамилия ее была. Пришли старообряться, но мы не против, у них священство есть, где-то, где-то бряхнул, я узнал от у сестры. А та встала и ушла. Ну она, ничего, их приняла, а веру, теперь ходили туда, дальше никуда. Вышла за неверующая замуж. Вот Зоя, что ребенок там в поповине задавился, они там плакали. Хорошая девчонка была у нас. Женихов нет, да есть женихи, и были. Но вот как-то так получается, что мы теряем людей ни на чем буквально. И они там страдают, и потом пишут, и звонят, а мы еще можем сделать. Ты избрала такой путь, который не сходится с нашей общиной. А ты что-то не переводишь? Переводят, Настя. А, Настя переводит. Так, ко мне вопросы. Усильте молитву об открытии нам ВИС в Англии. Нас там ждут. Нас нигде так не ждут, как в Англии. Это больше, самое большое число встреч будет. И самое трудное. Я бы отступил, но все время говорю, ну там ничего нет того, чтобы непреодолим. А там Англия ненавидит русских, поэтому так... А там говорят, неправда это. В прошлом году 200 тысяч посетили россиян. Ну 200 тысяч, но мы 2000... 200 тысяч первое. Уж там не перетянешь же. Все, ну совсем уже ни к чему не годно. Так, если у него ничего нет, поблагодарим Бога. Людмила Степанова есть. А вы объявление сказали, что вы подходили, говорили, собирать деньги. на поездку? Да. Значит это, я говорил относительно средств помощи. Людмила Степановна на это дело у нас кассир поставлен. Вы сегодня скажите, кто за это время сколько отложил на поездку? Сколько записали. В прошлый раз они остались здесь, скрыли кассу. Татьяна, сколько там было? 51 тысяча. Сразу вам отдали. Они отдали все, и мы сразу пошли там за ту визу, заплатили здесь. Нам есть еще уделять-то? У нас просто... Мы за два, даже с лишним года не снимали кассу. Это не за год даже у нас. Что-то положите здесь в конце можем. Есть. Скажите, Людмила Степановна, кто сколько отложил? Еще впереди почти два месяца. До 10 числа мая мы должны все иметь уже на руках. Только добровольно, только с желанием, с любовью, доверяя на все 100%. Скажите, а кто его знает, уже не надо. Куда мы и стратим? Лишнее едят дорогой. Не надо уже. Повторяю, мы лишнего ничего не берем. Практически ничего. раза, три покупали только рыбу, и то самую дешевую. Я уходи даже в магазин не отпуская ребят. Я с ними иду и смотрю. Так, Сергей? Вот так. Давай. То, что вам положено на питание, вы тратить должны. Вы просто экономили. Но они знают, с кем поехали. Я не запрещаю. Не запрещаю. Они переживали. Нынче так не будет. Я буду есть с вами. Едем по Армении. Нашли хорошую рыбу. Сик или как называется там. Ну, хорошая. Но они назвали цену какую-то. Я вздрог. Лакаса, деньги-то другие совсем-то. Ну, балбес, сэр. Я пошел. Машина тронулась. Я тогда... Машину уже поехали. Оставили это продажный киос-то там. Магазин. Я вижу недовольный. Тормози машину. Иди покупать, что вам надо. Зачем вы мне недовольные нужны? Они побежали, купили. Купили, но я-то не хотел. Я не стал есть. Я дал собаку, ушел гулять. Николай все сам делает. Едят теперь. И меня приглашают. И я не стал есть. Я не стал есть. У меня... Еще раз говорю. Виктор Андреевич, он сделал. Ему радостно. Мне, я ложусь даже спать и думаю, и опять я сегодня должен остался кому-то. Да нет, мы вам больше должны. Я не могу это перевести на эквивалент того, что я делаю. Я должен. И поэтому я прожил жизнь так, чтобы никому ни рубля не быть должен. Вот я учился здесь техниками. 26 рублей. Пенсия, стипендия была. 6 рублей за квартиру, ну, самое дешевое. А остальные я должен прожить. Купить книги. Ну, ясно, 26 рублей. 20 рублей осталось. Я на них жил. Ну, Игнатий Игоревич, да много ли мы можем сделать для вас, накормить вас или купить вам этот аппарат? Почему не так? По сравнению с тем, что вы сделали для каждого из нас для спасения души нашей. Мы очень не соизмеримы вообще. Игнатий Игоревич, это огорчение для брадил. Правильно. Мы деньги собираем, чтобы они питались. Чтобы вы питались. Людочка, дорогая, я не могу внутри передать. Я даже буду делать. Я взял аппарат, но внутри меня остается чувство должника. Я хожу, и что бы я должен дать? Разделите любовь с нами. Я разделяю любовь, не могу пока ничего сделать. Внутри меня чувство вот этого должника. Я всю жизнь прожил, я не могу переделаться. Игнатий Игоревич, аппарат оденьте, мы не о том говорим, мы о другом говорим. А питание будет как есть. Я отвечал, Николай, этого не будет больше. Меня уже задолбили за это дело. Берите, что дороги, какую рыбу надо, я не буду в магазин даже ходить. Вот правильно. Так что льгота. Пусть дяди, и я. Хорошо, хоть доехали, а то могли бы не доехать. Какими они приехали? Правда, что могли не доехать? Ну, подождите. Вы не понимаете, что я говорю? Что значит это чувство? Я с детства, с четырех, может, лет это уже знал. Я потом вычитал в Евангелии, никому ничем не будьте должным. И обходитесь по-малому. И я прожил в этом жизнь. У меня самая... Мне ни одежи, ни ничего, ни жилища не надо, ни питания. Лишь бы не умереть голодом. А Костя, Геннадий Дико, что у них такая напряженная работа, они ведут машину. Я сосисок, все, вопрос решил. Я говорю, что себя отхожу. Они приехали. есть этого истину. Блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную, Иринепорочную, И Матерь Бога Нашего, Честнейшую, Херовин, И славнейшую, без сравнения, Серафим, Безыстрения, Бога, Слово, Росшую, Сущую, Богородицу, Господи Боже, слава Тебе за дивную милость и явленную нам в этот воскресный день, что позволит нас быть на святой литургии и некоторым причаститься из сестра Твоего тела и крови. Слава Тебе! Ты знаешь наши нужды, о чем мы говорили. Помоги, исполни, видя нашу немощь. Ты оставил нам единственный канал общения с Тобой – это молитва. И апостол Павел нуждался в этом, дабы по ходатайству многих получить свободу. Услыши молитвы всех, вопиющих Тебе. Пошли нам добрых помощников, наставников и советников и в этом деле. Если оно не от Тебя, поставь преграды, которых нам никогда не перейти. Хвала Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Да, вот у двух свидетелей он был. Для сайта мне нужно отрисовать истатки, чтобы меня отрисовал художник. Но я посмотрел в интернете, а все, короче, разные. Я искал, чтобы нашел вот этот хороший. Я хочу книжку взять, но потом я его возвращу. Это цифра. Два экземпляра, как бы ничего не будет, что вы свидетели не украл. Что за святота? Смотри.